ехала вот такая машина я не поняла отсюда первый раз такую же у нас оказывается видите одну флаги снимает что ли у кто-то никто не вешал здесь у меня подъезд дом вообще старых людей ну короче а потом поняла что это они ведь хотят вот стоп воды у них засорился так поняла не буду чистить но мне так кажется деревья же здесь рядышком видит там листья трава и она наверно не стекает из-за этого ну вот они решили это дело почистить странно сами свой домик решили и тоже не жаловался явно с чего это у них так как правило же в таких службах пока не скажешь ничего не делает это тут я удивлена суде да у них там щетка вот смотрю я ведро мы чистим их явность стек не срабатывает поэтому они решили а это здание жкх они здесь как котельно они тут вот у нас ну всякие вода набора там всего такое ну нередко но здесь бывает да я угадала видите что они будут делать чистят потом сниму что-то получит вдвоем 3 внизу и приехали на таком маленьком тракторе видите за за машиной стоит трактор красненький вот смотрите неплохо у них так получилось молодцы видите тут уже чисто наверное со второй стороны тоже так будут делать там на почти на детскую площадку заехать ему придется молодцы а то я думала только флаги не умеют снимать понимаете фиг такую машину дождешься всем привет как ее поставить о отлично отлично только лично это баракул который там игрушки всяко такой что я делаю я на кухне у меня есть куча фарша вот это такая большая миска вот и делаем уже как положено это там с луком и чесноком заправлено все что я уже делаю это я делаю пельмени пельмени я делаю вот в нем вам на наоборот солнце освещать вот в такой муке видно там или нет вот видно если что мама поставить на паузу это мука пшеничная один килограмм 61 6 рублей 51 дорогая мука ваня мой не может есть другой муки вот поэтому они особенно особое питание я никому не говорил короче конечно ваня лежала в больнице ваня поставили сахарный диабет соответственно теперь ваня ест определенная у него диета без определенные продукты ну а я как бы вообще не падкая на еду поэтому я не пишу пельмени с этой муки вообще замечательно вообще я люблю твердые макароны я люблю твердые такие тесто пельмени он супер просто и она жёлтенько жёлтенько я лепила в этот раз вообще другую форму сейчас покажу они у меня получились как равиоли посмотрите какие такие прямоугольные еще лепила я треугольные быстро пласты и делаешь вообще замечательно короче вообще пельмени у меня есть даже такая штука станок на который сделать но это я вообще пельмени это моя тема я люблю их лепить получает этого удовольствие вот сейчас на 300 миллилитров воды я не хватило одно яйцо положу и соль это в тесто вот 300 миллилитров то есть это мне конечно же фарш остается да но это для того чтобы я не устала это не много и не мало яйца у меня домашние все знаете у мамы мои курочки я их хватает я насыпала в уже муку это я на глаз делаю сейчас отдельно приготовлю и все это просто переключу мне будет готово шикарное тесто там есть я им пользуюсь с удовольствием вот постоянно наверное практически каждый день если я не каждый день тут когда-то два раза в день что-то хлеб я что-то делаю прям в этой чаше делаю для меня и блины я в этой чашу ой воды уже переборщила заболталась да короче хочу сказать настроение так себе такое ощущение знаете настроение миграции как у нас уже любят говорить реально тяжело в стране обстановка тяжелая мы переживаем без слез я новости не читаю по выходные по воскресеньям вот потом отхожу на неделю и вроде бы полегче на самом-то деле все очень-очень не очень хорошо вот печально у меня сейчас ходит в сад ой сад блин школу в лагерь мутлин сказала школу в лагерь изъявил желание сейчас эта неделя каникул а вот я не хотела если честно чтобы он ходил да но слезно попросил что ко мне даже позвонила со школы заучи она моя знакомая по воспитательной работе и сказала что блин а не гайта плати последние там часы там повезем документы в образование я короче как бы мне не было тяжело быть так хочет он быть мама не это не хочет и короче я пошла у меня не было денег на карточке пошла семена в банк выбралась все это дело оплатила вот и для сейчас вам будет суметь вот ради чего пришел ходит прохоров в лагерь да видите что у него на голове красавчик у меня у него волосы отросли приличный воспитанный сегодня опять от соседки слушала какой он у меня самостоятельный парень короче бифидин дают в школе он такой довольный мне говорю мама ну как не эти в лагерь говорит в школе тоже бифидин дают вот пожалуйста вот вам бифидин все пришел прохоров совершенно нету просто сделай чуть-чуть потише свое короче тесто я уже сделала и она у меня вот лежит здесь вот не мало так вот видите лежит вот здесь на полчаса готовила тарелку я пельмени буду замораживать такие дела так вот какие у нас еще новости вами работает я дома с детьми с одним со вторым тоже работает что он еще смотрю еще детей хозяйстве и так далее да вот по дому какие у нас новости а настя нас еще заболела настя моя заболела в субботу в субботу в пятницу даже в пятницу она мне пожаловала что температуру не было что он перед каждой за первой паре у них ныреть температуру не 26 дней на неё начала болеть ухо вот значит ну как бы знаете у него бывает такой же там такой отит у нее давит когда насморка нету ухо у него на пара она соответственно пошла потому что никто никакого особо не даст вот позанималась она в пятницу в пятницу на купила ушные капли и в итоге стала капать ухо в субботу легче ничего не стало наоборот стало еще больше у нее кстати еще в пятницу ухо и распарился лимфоузе а вот ну она уже меди учится она уже себе немножко представьте диагнозы лечит да ну вот но в итоге субботу вечером наверно в пол девятого я и заставила все таки встать потому что температура была 37 7 больше не поднималась но заставила встать вызвать такси съездить в большой магазин который допоздна работает там всегда ларьки аптеки и поехать купить антибиотик вот потому что непонятно что купила она а макси клан стала в субботу вечера пить а вот потому что суббота воскресенье состояние ее только хуже становилось у нее стало сильно болеть горло и налет на горле а круче сегодня не подтвердили сильнейшую ангину причем только сегодня она попала к фельдшеру в медпункт свой по той причине что суббота воскресенье мать не тут не работал странно конечно в период эпидемии суббота воскресенье вообще не работают пункт при том при всем что в одном в общежитии только тысячи людей живет до вот или 1300 вот нас я кстати разнилась информации начальность послышала что общежитие у нас на 1300 настина новые а потом вы смотрелось по телевизору там скалина тысячу мест воду на стене берут на 1300 вот я тут рассказываю про общежитие показывает дезинформирует получается ну короче настя сегодня попала в медпункт ей дали освобождение от официальных занятий до пятницы пить продолжать этот антибиотик они полностью согласны согласны с этим лечением вот и что еще и что еще самое печальное что ей придется это все все свои пропуски отрабатывать отрабатывать приведется бесплатно мир не дает ни одного пропуска даже по уважительной оставить без отработки все эти недели занятий и придется отрабатывать она там комфискультурками на важные такие вот по той причине что ни одного пропуска не дается если бы это было пропуске по неуважительной причине без подтверждения справки до болезни то она бы это еще делала платно а каждое занятие стоит 15 рублей наших белорусских а вот а это немало если например даже студент отработать 10 просто занятий минут посчитайте это 150 рублей 2 русских это много но это 60 долларов наверно наше время вот такие дела так что настя меня немножко огорчает но вкусы и запахи она все чувствует слава богу надеюсь это не коронавирус не не ковид поэтому такие вот дела что касаемо по дому я же начал рассказывать вам дома у у меня на доме у меня окна должны быть концу недели изготовлены значит и понедельник вторник будет установка окон как я понимаю что это тоже моя будет заморочка то есть там присутствовать смотреть не знаю ваня не собирается брать какой-то выходной на этот день то есть это будут мои дополнительные заморочки вот здесь то он будет устанавливаться окна и дверь входная вот такие дела так что я жду конечно этого момента очень долго вообще изначально я заказала окна и 26 октября не должны были быть установлены потом мы передумали это попе шла очень так долго и упорно потому что мы колебались делать белые окна или делать ламинации ламинации окна изначально были на 600 долларов лишь разница в цене потом 550 потом короче счет чуть-чуть меньше дошло до того что он меня стал уговаривать на окна с ламинацией разница уже 470 долларов но то есть белые с ламинацией нации серы но я конечно серый может быть там сейчас все ставят окна такие темные до красивые но мы что-то с вами это разница в цене такая большая вот эти деньги при отделке дома реально можно вложить или может быть и меньше проделку все равно дома придется делать покрасить где-то там серого добавить это короче мы решили сэкономить честно скажу вот совесть не мучает нет вот вполне нормально на это смотрим видео видели до массового такого типа как наш серой крышей да и с белыми окнами и серыми окнами ну вот короче серые окна ламинации как бы такое удовольствие подороже мы решили не париться меня не тратить сейчас эти деньги такие внутри окна у нас все равно белые будут через месяц тебе будет фиолетово какие эти окна и снаружи вот потому что просто работ много денег много затрачивается вот и просто эти расходы они как бы для лично в нашем случае в том что мы видим в свой дом про свой дом про внешний вид да они не принципиально то есть можно белые окна можно серые ламинации вот такие дела так что вот такие наши новости рада что с вами поболтала потому что скучно болтать с вами хочется это пока у меня спит семена я вышла с вами на связь а похор пока пришел конечно сыт после своего лагеря но сейчас буду с ним общаться лепить пельмени с ним сейчас сидит играет свой телефон тоже дорвался в школьном лагере у него его не было он его в раздевалке закрыл даже не было доступа чтобы мне позвонить вот такие дела так что всех целую обнимаю берегите себя любите друг друга и будьте счастливы так что до следующего видео видео я скоро сниму что обязательно у меня есть что монтировать и я уже кое-что сняла тоже мы впереди у нас установка окон у меня мне кажется у меня на канале есть и окна есть и блоги просто а есть и стройка есть и блоги просто кому интересно смотрите эти ролики кому интересно а мне очень приятно так что пока забыла сказать вы же ставьте лайки подписывайтесь кто не подписывался мне приятно смотреть смотрите мои ролики до конца потому что конечно это все хотелось бы продвижение канала продвижение канала как-то не очень идет но я не унываю кстати смотрела некоторые плачут там горькими слезами наверное людей других проблем нет да как только убиваться из-за своего там недоразвития канала но тем не менее мне тоже будет очень приятно если у меня будет много подписчиков много общения будут просмотры какое-то продвижение если у вас есть продвигать мой канал в соцсети то продвигайте я буду очень очень благодарна и верьте что добро она возвращается пока на этот раз